дорогой друг перед просмотром данного видеоролика который я только что записал прошу тебя поставить ему пальчик вверх подписаться на канал чтобы не пропустить новые полезные советы ну а мы начинаем я всем привет меня зовут андрей вы смотрите канал я в манке агроном сегодня рубрика полезных советов частности для новичков по выращиванию микрозелени и так начнем а почему вянет микрозелень почему она падает и вянет ответ на самом деле очень прост если мы вот возьмем например микрозелень базилика большинство ошибок из-за того что она может вять или падать это недостаточный полив как показала практика людей которые вот общались там например закрытом канале общались задавали комментарии к другим видео другим блогерам они один раз поливали микрозелень а все остальные разы просто опрыскивали и думали что этого достаточно но корни то друзья они сохнут из-за этого она начинает заваливаться то есть вся проблема в недостаточном поливе либо очень жарко оптимальная температура выращивания микрозелень это двадцать один двадцать три градуса если в квартире очень жарко да она может заваливаться из-за того что слишком жарко нет проветривания достаточно достаточного но в основном проблема это недостаточно полив то есть микрозелень надо поливать практически каждый день на стадии когда вы выставили ее на свет в среднем полив раз в сутки смотря какой субстраты если это какого субстрата или иные коврики то полив может доходить до двух трех даже раз в день соответственно как я уже говорил в предыдущих роликах важно толщина субстрата чем больше толщина субстрата тем она дольше держит влагу и тем реже ее надо поливать это касается если вы например с утра уходите на работу приходите с работы вечером а зелень уже завалилась попробуйте увеличить количество субстрата если вы выращиваете на кокосе то попробуйте сделать прослойку кокоса больше чтобы она дольше держала воду вот или попробовать биогрунт биогрунт он держит влагу дольше чем кокосовый субстрат ну или тем более линейные коврики вот это основная причина то что не дополиваете не достает до корней но ничего страшного если она только завалилась там например вы ночью это пропустили до момент или днем обильный полив и она через четыре-пять часов снова поднимется должна подняться там на 80 на 90 процентов у меня это было уже много раз проверим а также друзья у нас есть телеграм-канал в котором у нас уже 80 человек почти мы в телеграм канале делимся полезными советами по выращиванию той или иной культурой микрозелени потому что например они разные и соответственно требования у них разные там например подсолнечник и амарант это как бы ну тоже разные вещи вот и кто-то в чем-то лучше разбирается там другой в этом разбирается мы друг другу даем советы делимся фотографиями лайфхаками и всем остальным поэтому если вы хотите быстрее научиться выращивать микрозелень и получать полезные витамины кругу год то ставим пальчик вверх этому видео ставим плюс в комментариях и я вам пришлю персональную ссылку инвайт на телеграм-канал где вам уже помогут и все объяснял все друзья до встречи